Как будут работать новые правила в Украине и достаточно ли только вот таких административных мер, чтобы улучшить ситуацию на наших дорогах, обсудим с Владимиром Амеляном, министр инфраструктуры Украины, гость подробностей недели. Спасибо вам за это, Владимир. Здравствуйте. Доброго вечера. Владимир, смотрите, данные опросов показывают, что больше всего украинцы опасаются пьяных водителей. А статистика говорит, что самые распространенные причины ДТП это превышение скорости и нарушение правил маневрирования. То есть, если собрать все вместе, это все-таки нарушение правил маневрирования. Можно ли это побороть только административными мерами? На самом деле мы подошли к этому вопросу комплексно. И впервые за много десятилетия в Украине проводится целая программа, которая складывается из каких-то компонентов. Это как заходы, которые стимулируют водителей до неперевышения скорости. Острелцы безопасности, лежачие полицейские, продуманные светлофоры, пешеходные переходы освещены, автоматические радары, которые сообщают водею про его скорость визуальным эффектом, так и карательные функции, когда становятся достаточно высокие штрафы, даже для европейцев, и есть независимость по каранию, когда все однако и перед законом. Владимир, извините, вот не соглашусь, со стороны кажется, что все-таки в нашей стране карательные функции намного опережают инфраструктурные какие-то решения. Ну, вы знаете, есть такая старая приказка, что суворие законов компенсирует необыкновенность их выполнения. Тут очень важно, чтобы эти все правила, которые, я надеюсь, парламент поддерживает, эти все инновации, которые мы разработали вместе с многими министерствами, это не только Министерство Авакова или Омеляна, это много других министерств, они были впроваджены. Мы имеем пример из соседних стран. Польша. 10 лет назад ситуация ТТП была абсолютно похожа на украинскую. Водители любили натиснуть на газ, порушивать правила, порушивать маневрование, хильнуть чарку перед кермом. Сейчас все, как один, дотримуются обмежения скорости в городе, рядности, светлофори, всех знаков. Очень простое объяснение. Дорого порушивать. И когда у нас не будет исключения, что есть особенные номеры, а есть все другие, и неможливо договориться, у нас пойдет справа совсем по-другому. Ну, те же поляки, они в первую очередь боятся, потому что очень развита каратин и служба слежения. Правильно? На сегодняшний день в Украине только административных каких-то моментов, штрафов, достаточно для того, чтобы культуру вождения побороть. Саме тому Министерство внутренних справ спільно с нами запропонувало запровадить тысячи камер по всей Украине, которые автоматически... Но их и сейчас немало висит, но не работают же, нет. Нема так самого законодавства. Для чего спрямованы эти изменения? Чтобы все было не просто камеры, которые фиксировали в тестовом режиме, как сегодня это работает по многих куточках Украины, но и работали в нормальном, полноценном законодавчем поле. Когда листы счастья не просто почитать и выкинуть, или в суде отстоять свою неправоту, а, власне, сплатить штраф. И если ты с первого раза не платишь, ты платишь потом набагато выше. И эти камеры будут контролировать не только швидкость, эти камеры будут стосоваться вместе с датчиками, которые будут моделированы в дорожном полотне, и габаритно-вагового контроля. То есть мы идем мульти с заданиями, я думаю, что в наступном году будет много новаций. Просто понимаете, как думает обыватель, да? Если повышают только штрафы, но при этом не усовершенствуют систему слежения за культурой вождения, то вывод напрашивается только один. Пьяные мажоры, как ездили 120-150 по городу ночью, они так и будут ездить, 50 им тоже не указ. Но складывается ощущение, что, а вдруг кормушка создается для тех, кто, в общем-то, может оштрафовать, а может и не оштрафовать? А сумма взятки тогда больше вырастает, если штраф больше? Мы всегда ожидаем наиболее, так же нас научила влада, и наша, и окупационная, что что-то будет всегда плохое, то, что приводится новое. Я уверен, что этот эксперимент работает эффективно. Так же, как своего часа мы создали дорожный фонд и тоже сказали, что все деньги распродаются, а дороги не будет. Гроши збереглись, дороги будуются. Сумма и штрафов вы можете какие-то назвать? Ну, давайте мы ждем, сейчас ждем решение парламента, потому что это решение за ним. Мы бы считали, что они должны быть в десятки разы выше, чем то, что есть сегодня, но мы увидим их закон, проголосованного закону, подписанного президента. Как вы думаете, депутаты решатся на очень жесткие штрафы? Особенно мажоритарщики, им потом к людям ехать. Ну, вы знаете, они едут так же до людей, которые стоят жертвами ДТП, або родичей, в которых в семьях гинут люди от ДТП, от пьяных водителей, от тех, что превышали скорость. Это также их выборцы. Я думаю, что тут зависит от того, как мы должны подавать свою коммуникацию. Понятно, что это вопрос карьеритарический. Ответственность местной власти за ситуацию на дорогах, согласитесь. Дороги у нас не самые лучшие, далеко не самые лучшие. Иногда вот не нарушишь и не выживешь. Там в яму можешь попасть, где-то даже под Киевом. Казалось бы столице, но под Киевом куча трасс, где нет освещения ночью. Местная власть должна нести за это ответственность? Безусловно, что это про коммунальные дороги. То есть все населенные пункты, это ответственность местных органов влады. Мы готовы им допомогать, разъяснивать. Сейчас готовим такой типовый набор правил для сохранения людских житей. Может хватит гладить по голове, допомогать и разъяснивать? Это наложительно на них систему штрафов. Больше еще, чем за превышение скорости. Вы знаете, я думаю, что тогда мы зневелюем сам процесс децентрализации. Потому что каждый должен ответить за свое. Но мы готовы вместе с ними проводить новые проекты. Например, мы сейчас работаем над новым кредитом Европейского банка инвестиционного и БРРР. Чтобы местная влада получила деньги. И за счет их обладала безопасно. И пешеходные переходы, и улицы, и перетонные перехрестки. Владимир, в ноябре в парламенте планировали день инфраструктуры. Потом перенесли на декабрь. Есть у вас уверенность, что за эти два оставшиеся пленарные недели найдется у депутатов время на этот вопрос? И вообще, какие вопросы на этот день инфраструктуры запланированы? О чем говорить будут? Вы знаете, мы работаем так, чтобы не было варианта Б. И все-таки уверены депутатов, что мы должны его провести. Сейчас приоритетное родное, это, естественно, для государства, это бюджетное голосование, которое планируется на следующий неделю. Я надеюсь, что в последнюю сессию перед новым кредитом мы сможем обеспечить хотя бы один день для инфраструктуры. Законов я больше, чем достаточно. Это и концессия автомобильных дорог, это и аудит безопасности дорог, это внутренний водный транспорт, это залезничный транспорт, это масса других законопроектов евроинтеграционных. Всех их нужно давно проголосовать. В проекте бюджета на следующий год на инфраструктуру, на ваше ведомство достаточно денег выделено или нет? Вот стоит признать, в этом году дороги строились, наверное, как никогда за последние десятилетия, наверное, в Украине. В следующем будет не хуже? Мы действительно за последние два года построили больше 3000 км дороги. И только последний год это 2000 км. Я надеюсь, что тот проект бюджета, который сегодня подтвержден урядом и предпочитает 44,3 млрд грн. на дорожную инфраструктуру, в том числе и на мости, будет проголосована в таком же виде парламент. 44,3 млрд, для сравнения в прошлом. В предыдущем году это было фактически, в этом году было немного больше 20 млрд. Ну, в принципе, прирост такого существа. Ну, боритесь за то, чтобы эти цифры остались, потому что я понимаю, что каждое министерство сейчас выстраивает бастионы перед депутатскими хотелками, лишь бы те проголосования найти эти 226 голосов. Спасибо вам, что пришли. Владимир Амелян, министр инфраструктуры Украины, был нашим гостем.